Итак, здравствуйте! Сегодня наша цель подняться и спуститься на 12 этаж на гусеницах, на коляске и ступеньках ходим. Итак, пробуем, начинаем, поедем. На обычных свинцово-кислотных аккумуляторах, стандартных, которые они здесь стоят. Давай, нормально, нормально уже, давай, опускайся. Сейчас ошибку будет. Мы их не вьем. Так, давай я тебе помогу, наверное. Ты как-то заехал, конечно, неудачно. Да. Ну да ладно, сейчас попадешь. А, вперед немножко проедем. Ага. Отс. 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 Что-то нет света, что-то не включается. Ну ладно. Дальше вроде окошко. Да, то есть нам подъем предстоит достаточно долгий. Так, ну в среднем один этаж, наверное, минуты 2-3, примерно так, да? А что ты так решил разворачиваться? А потому что я туда не разобрался, но я не сюда знал. Ну ладно. Ну да, тут получается больше всего времени, конечно, тратится именно на межлестничные пролеты, чем, собственно говоря, на саму лестницу. Так, чтобы развернуться на гусеницах. На колесах, наверное, быстрее не получится, потому что... Да, то есть секунд 15 она трансформируется в каждую сторону. То есть, если на каждом пролете трансформироваться, это еще там по 30 секунд примерно теряется. Ну, наверное, в среднем так оно то на то и выходит. То есть, другими словами, на 12 этаж мы поднимемся. Соответственно, ну где-то за полчаса, наверное, должны подняться. Да, ступеньки смотрим. Вот они, ну не сильно, ну миллиметров 20 скруглений, наверное, есть. Высота ступени, ну примерно, 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 примерно где-то, где-то, ну 180, наверное, миллиметров. Где-то так. Где-то, наверное, где-то трансформируется, где-то, 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 где-то. Где-то, 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 где Ну да, ну вообще, наверное, если чуть медленнее подниматься, то зарядов хватит немножко дольше. Ну и времени потратим мы больше. Мы времени много не хотим тратить, поэтому давай наполним газом. Так, вот так вот в режиме танка. Что-то у тебя как-то хреновато получается, если честно. Давай на следующем пролете попробуем на колеса лучше трансформироваться. Вот пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, конечно, нормально с моей стороны на полной скорости подниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА лучше. Тише едешь дальше будешь? Давай на колёсах посмотрим насколько это будет дольше или быстрее. Я сейчас, пожалуй, с этой стороны пройду. Так, ну мы на третий этаж залезли. Не знаю, наверное, на колёсах даже, даже, наверное, побыстрее. Ну ты даёшь. На колёсах быстрее получается? Да, на колёсах быстрее, ну, наверное, менее энергозатратно, я думаю, всё-таки. Им надо, просто, не стекло, я боялся выжить и залезли на колёсах. Главное, чтобы ещё заряда камеры хватило и целиком всю проездку заснять. Будет обидно, если коляски хватит, а камеры не хватит. А чё-то ты всё-таки на гусеницах решил? Да. Ну давай на гусеницах. Межпролётные вот эти на гусеницах, а там на гусеницах. Ага, ну давай, да, пусть 50 на 50 будет. Дальше, дальше проезжаю ещё. Вот так. Уху. Угу. Ты, конечно, беспределишь уже. Ну, а потом не про? Ну, да. Ну, ладно, да, что тянуть-то время. Так, вот сейчас у нас 10 минут уже, что ли, прошлое? Ничего себе. 10 минут, и мы на четвертом этаже. Ну, ладно, сейчас, наверное, будем побыстрее немножко. Сейчас уже научились. Затыков поменьше будет. Так, что там, уровень заряда? Ну, пока, пока все синий показывают. Нормально? Нормально? Нормально. Нет, просто вот. Не забыли. Сейчас покажу аккумулятор. А, тут плохо видно. Ну, аккумулятор, в общем, здесь свинцовый. Аккумулятор Delta, который стоит в базовой версии. Ну, то есть это не литий. На литий, соответственно, было бы... Пошёл быстрее, да? Ну, да, было бы, во-первых, побыстрее, во-вторых, ну, запас ходов разов полтора. Разов полтора, выше. Ну, я вам покажу, сейчас, как ты могу его боком нахер выглядеть? Боком, значит. И боком не надо. Вот, ещё. Вот она, кстати говоря, иногда всё-таки проскальзывает, но потом всё равно... Процент бит, потому что её на голову упор. Ну, да, да. Естественно, газуешь, и она, конечно, проскальзывает. Смотрим, сама ступенька тут, ну, вот она скруглённая такая. Но она причём, ну, бетон такой скользкий. Вот он где-то шлифованный, прямо блестит. Но где-то такой задранный немножко. Ну, вот уже конкретно этой площадке уже попривык. И уже бодрее разворачивается. Нужно ещё заметить, кстати, что достаточно шумно себя коляска ведёт. Ну, в подъезде это ощущается сильнее. То есть, если на улице или как внимание не сильно обращаешь, то в подъезде нужно быть готовым к тому, что соседей придётся потревозить. Ага, вот проскальзывает начала. Вперёд проедет немножко. Видимо, там ступенечка высокая попалась. То есть, что Юра сейчас сделал? Немножко вперёд проехал. Помог рукой, взялся за перила и проехал дальше. Вот здесь вот следы остались, где проскальзывал на гусеницах. Что я скажу странно? Ну да, да, непонятно. Ну то есть, что-то видимо не в зуб попало, а вот она начала проскальзывать. Потому что я говорю, что она более трудно каталась. Ага. Было даже по ковру катались. Да, по красной дорожке катались в голове. Так, вот ещё нужно обратить внимание, что впритык к лестнице подъезжать ни в коем случае нельзя. Нужно оставлять какое-то расстояние, чтобы гусеница вот смогла вот свободно разложиться и не упиралась в ступени. То есть, заряд полный? Ну да, пока полный заряд. Ну пока с балкончика поснимаем, что здесь у нас. А здесь у нас город живёт, детишки играют. И тут у нас жура поднимается. Ну что тут хорошенько? И шашка обычно для бифтов, а остальные все с лифками. Но мы просто показываем, насколько хватает заряда. Ну да, да. То есть здесь на самом деле никакой физической необходимости подниматься на 12 этаж у нас нет. Там лифты рабочие, там всё в этом плане хорошо. Да, очень классно. Лифты не работают. То есть здесь просто спортивный интерес. То есть, насколько хватит заряда батареи, насколько там проблематично вообще вот в таких ступенечках, в таких подъездах подниматься. Ну вот так вот если посмотреть, она вот иногда имеет… Поднимайся, поднимайся. Имеет возможность иногда проскользнуть. Но то есть при этом устойчивости не теряет, тем не менее она поднимается. Так, у нас 16 минут шестой этаж. Ну то есть, да, получасовой прогноз, он вполне оправдан. Как раз на 12 этаже мы будем ещё через 16 минут. Я уже не знаю, что в каких-то моментах. В принципе, площадка здесь не маленькая. То есть, ну как бы таких средних размеров. Но коляски вполне хватает, чтобы развернуться. Вот сейчас Юра, кстати говоря, сделал неправильно. Вот он прям впритык места оставил. Юсинца, когда разложилась, она укорлась в лестницу. И стыкивает, что нет. Я говорю просто, чтобы это наглядно. Борзеет, борзеет Юра уже конечно. Ну да, получается, что вот этот вот пролёт он ещё меньше. В смысле, ширина этой площадки. Ну и здесь ориентировочно, сейчас скажу, метр сорок, метр тридцать наверное где-то так. 130 сантиметров примерно ширина площадки. Музыка. 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 Заряд. Так, седьмой, прошу вас. Вот, седьмой. Разгазовался. У тебя, кстати, какой уровень отзывчивости джойстика там стоит? Волны. Ну да, и кто б сомневался. Поэтому мне, я здесь скорость понятик и убираю. Перелюсь. Мне кажется, конечно, быстрее получается, что... Или на месте манёров совершать поменьше нахрен его? Ну да. Чтобы на месте, там, не прижим, там, быстрее, там, где-то, по-прежнему. Ну, не пускается на момент, побыстрее, конечно. Не так, порой же, конечно, но, конечно, побыстрее. Ча, 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 че. Ну да, здесь тоже от резины слезы остаются при развороте. Она, конечно, шоркает, поэтому поднимайтесь на колёсах, если вы не торопитесь. Ну вот, да, то есть начала проскальзывать. Зачем она, я так заметил, она проскальзывает на каких-то определённых лечащих пролётах полностью. На каких-то проскальзывает, на каких-то не проскальзывает. Смотрим, смотрим вот сюда. Ага, да-да, вот она цепляется сзади и прям ей чуть-чуть не хватает. Газовать не надо, наоборот, помедленнее. Ну и посильнее отпилил. Попробуй оттолкнуть. Не, смотри, вот наоборот, спину назад надо отклонить. Какой-то место неудачное, думаешь, да? а вот она прям прям гладкая гладкая здесь ну да она тут зашлифована сама ступень давай смотреть а 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 давай почти есть пошла мы смотрим дальше ну да вот видно они прям отблескивают эти сами ступень они прям попробую немножко это чуть-чуть боком я чуть-чуть самого малости поставить поставить вот так будет ладно у меня значит предложение может наоборот поближе к перилам подъехать и чтобы можно было отталкиваться вот так-то тяжело тебе делать наверное я тебе принципиально помогать не буду интересно именно на восьмом этаже у нас тут вылез такой сюрприз туда ты девочки или вы Ты что, не совсем боком-то не заезжай. Я уже сонкурую. Ну, помоги рукой за перелом, сама пошла, да? Да. То есть, наоборот, на скорости. Ну да, вот именно вот это вот место. Здесь у меня прям шлифованные ступени. Выбирайте траекторию подъема всегда. Да, и траекторию подъема, кстати, да. Да, и вообще, действительно, всегда лучше подниматься ближе к перелам. Ну, во-первых, уверенности больше придает, а во-вторых, то есть всегда можно использовать. Так, на восьмой этаж одна лампочка начинает подмидеть, но она сейчас опять загорелась. Ага. Начала подмидеть, вот на восьмом этаже. Ну, да, то есть это... От проскальзивания. От проскальзивания. От проскальзивания. Нет, это не восьмой этаж. Нет. От проскальзивания. Нет. Ступени испортились, но здесь вот большие скругления совсем. Наоборот, газовать надо больше, да, получается? Больше газу даешь, она поднимается. Зашло, слышал, но не изменилось. А еще тут вот есть такая штука, как песок. Здесь вот на ступенях, видимо, там со времен строительства еще был песок. И когда песок попадает на гусеницы, а точно, вот у нас гусеницы бы протереть, если они поинтереснее будут цепляться. Поэтому чаще протирайте гусеницы. У тебя салфетки есть с собой? Да, 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 нет, влажные нормально, то есть они сейчас в самый раз. Мы сейчас протрем гусеницы. Просто проверить, будет ли она меньше проскальзывать или нет. А, ну, здесь же на колесах. Давай, на колесах достанешь салфетки. Я это, гусеницы протру. Просто ради интереса. Ну, ты даешь, скорость избрасывай. Так, пользуемся моментом. Ты на меня внимания не обращай, я тут отлезу. Так, ну, давай, поднимайся, я тут сейчас буду потихоньку Поднимайся, а я сейчас... Что, получше стало или нет? Да, все равно. Это, кстати, строительная пыль, вот она. Да. Вот, когда мы разворачиваемся за строительную пыль, грязь прыгает. Ага. Она, вот именно вот в этот момент, она так вся и провязывается. Гусеницы все ей пропитываются. Так, ну, вот сейчас смотрим еще раз. Да, ну, здесь, кстати, уже лестница другая немножко. Вот такая вот, как бы за определенная робота. Уже. Что-то боком так еще, а? А, ладно, нормально, нормально. Ну, что, иногда всё-таки проскальзывает, но значительно увереннее едет. Едет значительно увереннее. Так, ну, отсюда вывод какой? Протирайте гусеницы. Протирайте гусеницы, да. Протирайте по маслу. Да, по маслу, да, и по песку. Ну, вернее, когда по песку... Проехались, пропотрите гусеницы. Да, когда проехались по песку, протрите гусеницы. Потому что вот этот сыпучий материал, то есть мелко-мелко зернистая пыль вот эта, она, соответственно, снижает трение гусеницы. И вот можно с такими неприятными проблемами столкнуться. Так, ну, что, на десятом этаже мы. С чем вас поздравляю. Покажи вид из окна, если не видно. Заряд. Что, одна? Одна синяя погасла, да? Одна синяя погасла. Да, вот мы уже на десятом этаже. На десятом этаже. Красота. Красота красивая. Вот вам и протертые гусеницы. Однако. Однако. Сразу видно, что подъездом вообще никто не пользуется. Поэтому со времен строительства еще лежит строительная пыль. А сколько лет дома? Он же свежий совсем, да? Да, ну, лет пять уже. Лет пять уже? Да. Ну, да, никто, видимо, в здравом уме на десятый этаж пешком не пойдет, когда лифт работает. Ну, кроме нас, конечно. Шибарь, ну, да, бегают в гусь, чтобы фокус надели на фокус. Но это мало народу будет здесь, в основном, 10 лет просто. Юра, придется на двадцать седьмой этаж подниматься, я чувствую. Нам бы еще вызвать батареи на телефоне. Ой, на камере хватило бы. Так, ну, да, что-то мы за полчаса не уложились. Потому что буксовали. Ну, да, потому что буксовали. И теряли много там буксов. В принципе, я буду, чтобы опять вам поехал. Так, ну, вот так, что знаете, если вдруг вы живете на одиннадцатом этаже, вот, и у вас не работает лифт, то подняться на катавиру вы можете всего за каких-то 38 минут. Это свечет от того, что у вас будут пыльные ступени, и кто-то протрет вам гусеницы. Завел что-нибудь на полный. А, ну, так же так. У меня так. Ну, для начинающих не ездить. Соняк, давай-ка я обойду тебя немножко. Ну, да, не обращай внимания. Да, это я так. Да, это я так. Да, это я так. Ура, это наш двенадцатый этаж, ну я прям предлагаю ехать дальше. Цель выполнена. Да, задача минимум выполнена. У тебя хватит заряда на спуск? Ну да, у меня еще там дополнительная батарея есть. Главное, что у тебя заряда хватило. А что ты на колесах-то забыл? Я забыл. Ну ладно, мы молодцы. Ну, сорок минут на двенадцатый этаж. И что, у нас нет одного синего деления. Второй покатник? Ну нет, я думаю, еще на желтый немножко поднимаемся. Мы же должны рекорд поставить. Точно. Объявляем конкурс среди пользователей Катарвиля. Кто выше поднимется? На какой этаж? Ну, 27. Ахахахахаха. Не, ну, 27 это теоретически. Не, ну 27 я думаю, мы конечно не поднимемся. Нет, 27 мы поднимемся. Мы пути-то придем уже на легке. А, а, так? Да ну не, мне кажется, мы поднимемся. Ну посмотрим. Ну посмотрим. Ну посмотрим. Какая-то не знаю, что это заряда. Ну тогда можно у тебя аккуратный ходить на камеру. Ну да. Ну, у меня сейчас половину заряда показывает. Ну еще, кстати говоря, место может закончиться. А это тоже. Тоже такая штука, быть может. У меня знаешь, какой вопрос вот интересный? Если камера снимает, 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 а потом у камеры кончается батарея, она сохраняет то, что она уже записала или нет? Мне кажется, не понятно. Я не буду на это надеяться. Что, опять про скордюхи начались? Да. А я просто бежал. Первый раз, как я вздумал на лестнице, боялся стрельну. С одной стороны, да, с одной стороны бояться не нужно, но с другой стороны сильно ее лозит на кресле, там в разные стороны тоже не нужно, потому что, ну соответственно, ты когда на один бок заваливаешься, у тебя нагрузка на одну гусеницу там ложится, со второй снимается. Ну да, только оказывается. Вот, да, и когда происходит такой перекос, соответственно, ну одна сторона может начать проскальзывать. Особенно это касается именно при разворотах на месте. То есть, когда вы разворачиваетесь на месте, лучше сидеть по центру. Когда начинаете смотреть в бок, вот так вот, как пила сейчас делает там переваливаться на одну сторону, то она, одна гусеница может выйти из зацепления, и она там просто на одной гусенице будет ехать прямо, ну или назад. В зависимости от того, куда вы поворачиваете. Ну, почему бы и нет, почему бы и нет. А сейчас, когда их коляску откатаем, так сказать, я пойду на новый C-Drive. Да. Газовать. На C-Drive тоже. Тоже еще ждет целый видеообзор подробный про приставку C-Drive, про ее возможности. Ну, ладно, я открою небольшой секрет. Я, ну, я лично на ней заскакивал на бордюр 18 сантиметров. Вот. Ну, не скажу, что это было, ну прям, совсем легко и что, что так можно делать постоянно. Не думаю. То есть, и, конечно, то есть это такой, как бы, самой коляске может быть тяжело в таких подъемах. Ну, то есть, в крайнем случае, то есть, если есть необходимость заскочить на такой бордюр, если там нет ската какого-то, то это вполне можно сделать. То есть, ну, заскочить на бордюр 18 сантиметров, по-моему, ну, это реально. Я к тому, что ни одна коляска в мире вообще себе такого позволить не может. Просто взять и заскочить там передом на 18 сантиметров бордюра. Вот такие тренировки надо бы у нас с тобой устраивать перед соревнованиями. Да. Да уж. Так, это на 14 этаже. На 14 этаже. На 14 этаже. Т. О, там вид какой интересный. А? Да, да, вид какой интересный там. Т. 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 Ну вот так вот, я уже не занимался Я бы у нас что-то в руки сделал По спуску А я же нахожусь на колокол Мы столько в Москве ехали, что столько лет мы не проехали Нет, столько не проезжали Ну а вдруг есть пользователи, которые живут на 17 этаже и там нет лифта Вдруг такое бывает? Вдруг кому-то это нужно Подниматься на 17 этаж Вдруг 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 пока трансформируйся а мы пойдем посмотрим этажность вот такая вот у нас этажность ну вот можно прикинуть примерно так поднялись там люди ходят маленькие такие но у нас еще перспективы хорошие можно еще подниматься и подниматься так что мы сегодня батарею замучаем по полной программе узнаем на что вообще она способна это я подглебить можно поскальзывание все-таки имеет место быть функциональности то есть тем не менее проскальзывает но едет устойчивости не теряет и и и и и и батареечка то у него скоро конечно засядет ну давай до 20 до 20 поднимемся потом спуск я думаю все таки надо просто это это знаковый этаж 4 этажа еще это конечно немало сейчас вы увидите гусянку мою пойдем смотреть пойдем искать гусянки хотя нет вот какие-то какие-то следы здесь гусеницы есть на самом ну да особенно при развороте при подъеме не очень заметно вообще похоже что для коляски то есть самое самое сложное разворачиваться на месте больше всего тратит энергии и вообще расходует своих ресурсов не самое сложное а энергия забрала ну да а 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 ну а а Тебя здесь уже видно 17 этаж Вот Юра живет тут на 17 этаже Так что Если что, Юра Отключат свет Или в случае пожара Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом Садишься на Катюху С 17 этажа Спускаешься Главное, чтобы предварительно тебе гусеницы протерли Нет, главное, чтобы она заряжена Да-да-да, главное заряжена Потому что я в своей коляске Заколёбываюсь заряжать постоянно У меня одна коляске на двух аккумуляторах И она один раз, как террорист Заряжается оба аккумулятора И я к разным коляскам подключаю И заряжаю Вообще Как хорошо, что здесь На стенах пишут Какой этаж Ну, опять просмальзывание пошли Что, гусеницу было протирать? Ну да, надо протереть Надо протереть С периодичностью С периодичностью Не используется Соответственно, от стен Подожди, это Юра не газует У меня сейчас тут намотает На маховик судьбы Ага Так, прои назад Немножко Ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё-ещё Жай-жай-жай-жай-жай-жай-жай-жай-жай Стоп! влажные салфеточки раз 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 еще стены такие то есть которые дают пыль ну чё давай поехали сейчас проедешь пролет и я переднюю гусеницу это повышается на межпролетные развороты ну да наверное процентов 30 энергии наверно тратится на эту штуку а Принято, то есть важная информация, если коляска начинает проскальзывать, то надо давать больше газу. Мы раньше думали, надо скидывать. Ну да. Вообще, возможно, это зависит на самом деле от конкретных обстоятельств, от конкретного вида ступенек, но как вариант попробовать и так, и так, если подъехали, коляска вообще никак не идет, пробуем сначала скинуть газ, потихонечку заехать. Если не помогает, начинаем газовать по полной программе. Так, поздравляю, у нас 18 этаж. Так, все-таки мы определились. Цель была 12. Цель была 12, но теперь мы цель немножко завысили. Я так думаю, что в следующий раз, когда ты поглядишь на литиевую, мы поедем на 27. Ну да, да. На литиевую тоже надо попробовать, действительно. То есть, соответственно, если здесь... Ну вот, да, вот по такой вот штуке сейчас получается, Юра проедет. И опять испачкает все гусеницы. Лучше на колесах проедет. Получится? Ну да, лучше на колесах. Да там просто куски застывшего бетона, песок, что-то непонятное что-то там творится на этом лестничном пролете. Поэтому лучше медленно, но верно на колесах, вернее, проехать. Тебе надо это, уроки вождения давать. Мне? Да. То есть, меня обучать? Не-не-не, тебе давать уроки, то есть ты учить будешь. Я думал, меня. Нет. Но я думаю, что это не круто. Ты уже всечь мне хотел за это? Да нет, вот. Да, когда вы ставите, вы будете пригодить. Вот это предъява, да? Думаю, чем же я тут за хозяином? Кто там бродится? Бродится. Бродится. Призади уже всего. Везде берут красави. Вообще красавчик. Красавчик, красавчик. Да. На самом деле, реально holding tight вот эти вот переходи. Ну да. Да, все же прибыла прямая, не говори под снегом Goie. Ну да, или сплошная, винтовая такая . Да, обязательно. Винтовой, давай, друг, она думает, что там это, ну. Хотя лучше, может, по винтовой, да, зато вот так. Ну да, ты бы потихонечку, то есть руку набил бы, да, то есть чуть-чуть в боб джойстик бы дал, и она сама бы по винтовой бы, забралась бы уже. Не, не надо, а потом. Местные дымовые не отдают. Все, финишная прямая. Ну, вообще, миллиметражная. Ну вот, кстати говоря, да, у Юры действительно можно учиться именно в траектории заезда, в траектории проезда на лестничных пролетах. То есть, чтобы туда-сюда по нас не дергать вперед-назад. что сначала в один угол заезжает, потом разворачивается и сдаёт задним фором. на лестничных пролетах. Давай! Три! Два! Один! Ура! Два! Двадцатый этаж. Вот это красота! Двадцатый этаж. Вообще, вообще крутые. Ну-ка, сейчас мы вот сюда выйдем, посмотрим, какой он вид с двадцатого этажа. Вот оно. Вот оно. Вот оно, двадцатый этаж. Ну, еще семь этажей вверху есть. Но мы туда не поедем. Мы сейчас будем спускаться. Будем спускаться с двадцатого этажа. Здравствуйте. Что, это, проедем туда, это с Рефяку сделаем. Да. Заодно батарею поменяю сейчас. Ну, пока будут новые батареи, тогда я покуришь. Ну да, заодно. Заодно покуришь. Сцену курения больше не будем снимать, это у нас… Да, но я не прав. Поругали нас за ненормативную лексику из сцены курения. Ну, нормативная лексика, это, блин, бывает, что вы встать, если бы я никуда не дену. Куринем туда. А! Только маленько. Поподжался чуть-чуть. Поподжался чуть-чуть. Поподжался чуть-чуть. Так, ну что, двадцатый этаж, час семь минут. Час семь, понимание. Да.